Привет из Турции! Я приехала отдыхать на «Ультра все включено» в отель Seven Seas Blue. Это пятизвездочный резорт с просторной зеленой территорией на первой линии в Сиде. У него много хороших отзывов. Давайте посмотрим, какой этот отель. Пятизвездочный резорт Seven Seas Hotel Blue работает по концепции «Ультра все включено». Он открылся в 1987 году и успел пережить несколько реноваций. Последняя прошла в 2019 году. На ресепшн туристов встречают приветственными напитками. Персонал отеля говорит в основном на английском языке, но есть и русскоговорящие сотрудники. Seven Seas Hotel Blue находится на первой береговой линии Средиземного моря в курортном поселке Цитрингель. В 70 километрах от аэропорта Анталии и в 6 километрах от центра старого города в Сиде. Его огромная зеленая территория производит впечатление с первых же минут. Давайте посмотрим мой номер. У меня стандарт с видом на море. Начнем от входной двери. Здесь находится вход в ванную комнату. В нее мы заглянем чуть-чуть попозже. На входе стоит шкаф. Тут зеркало в полный рост. С одной стороны отделение с полками, с другой с вешалками. В шкафу спрятан бесплатный сейф. Номер просторный, светлый. Тут такая весенняя тематика. Всюду цветы, такой зеленые-белые оттенки. Мне это очень нравится. Здесь недавно была реновация. Это чувствуется. В номере есть кондиционер. Кровать тут двуспальная. Видно, что постельное белье новенькое, но прям белоснежное, не старое. Это здорово. А еще посмотрите, какую красоту умеют делать местные горничные. Только представьте, все это выложено вручную. Это цветной песок. Напротив кровати висит большое зеркало и современный хороший телевизор. Тут такая зона с дополнительными шкафчиками, полочками. Здесь находится уголок для приготовления чая и кофе. Чай и кофе приносят бесплатно. А это мини-бар. Давайте в него заглянем. Тут хороший набор. Есть водичка, соки, лимонады, холодный чай и пиво. Мини-бар пополняется ежедневно. В номере есть тапочки и халаты. Они такие тоненькие, летние, очень приятные. Здесь вот такая зона отдыха. Диванчик удобный, комфортный. А рядом находится балкон. Давайте на него сходим. Балкон небольшой. Тут есть сушилка для белья и зона отдыха, стульчики и столик. Вид у меня на море, на бассейн, на пальмы. Здесь очень красиво. Ванная комната просторная, светлая. Тут очень приятно находиться. Все чисто, хорошо. Полотенца не старые, белоснежные. Тут есть фен, зеркало и очень достойный набор гигиенических принадлежностей. Шампунь для душа, плосьон для тела, кондиционер для волос. Отдельно вынесена душевая кабина. Она тоже очень чистая. В номере и на всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Мне кажется, что придраться тут вообще не к чему. Номер мне понравился. Напишите в комментариях, понравился ли он вам. Как вы считаете, достойен он пятизвездочного отеля или нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Seven Seas Hotel Blue занимает огромную зеленую территорию площадью 100 тысяч квадратных метров. Она настолько большая и продуманная, что многие туристы даже не выходят за пределы резорта. Им всего достаточно. Пальмы, газоны, цветы, фонтаны и бассейны – здесь очень приятно находиться. На территории отеля шесть бассейнов. Основной просто огромный. К нему примыкает бассейн для детей. По всему периметру расставлены лежаки. Рядом работает бар. Но туристы могут даже не вставать шезлонгов. Официанты всегда позаботятся, чтобы у вас были напитки. Помимо огромного основного бассейна, тут есть еще один, не менее впечатляющий. К нему примыкает аквапарк с горками для детей и взрослых, ленивой рекой и даже рекой для рафтинга на кругах. Отель Seven Seas Blue может похвастаться очень разнообразной анимацией. Тут есть и что-то стандартное, вроде утренней зарядки или водного пола. А есть и необычные активности – кенга-джамп, уроки танцев, акваджамп и стрельба из лука. Отмечу, что аниматоры тут очень вежливые и ненавязчивые. Настоящие профессионалы. Seven Seas Blue – отличный выбор и для семейного отдыха в Турции. Мини-клуб тут действительно хороший. Для детей проводят мастер-классы и самые разные игры. Тут есть горки, батуты, мини-скалодром и многое другое. Игровая площадка работает до позднего вечера. Также в отеле есть группа раннего развития для малышей от 2 до 4 лет. Бонус для родителей – бесплатная стирка детского белья до 5 кг в неделю. В этом отеле понравится любителям спорта. Тут есть корты, удобная беговая дорожка и тренажерный зал, а также групповые занятия спортом в программе анимации. За дополнительную плату гостям доступен бильярд и игровые автоматы. Мечтаете о спокойном отдыхе в Турции? Вам тоже сюда. Тут есть и тихие уголки, где вас никто не побеспокоит. На территории отеля есть вот такая зеленая зона, в которой очень тихо, поют птички. Никакого шума вообще, ощущения, что ты в лесу. Далеко не в каждом турецком отеле вот такое увидишь. Это очень здорово! В этом лесу можно просто погулять и подышать свежим воздухом или устроиться с книгой за столиком с чашечкой чая. Seven Seas Hotel Blue работает по концепции «Ультра все включено». Туристам предлагают турецкие и импортные напитки. На верхней полке в баре стоит платный алкоголь, а под ней бесплатный. Кроме того, на территории отеля почти непрерывно чем-то кормят. В снэкбарах можно полноценно пообедать, перекусить вафлями, фастфудом, фруктами или мороженым. В кондитерской сладкоежек ждут пирожные. А в кофейне для гостей варят хороший кофе. В отеле Seven Seas Blue есть спа-центр с бесплатным хамамом. А за деньги тут предлагают массаж и различные процедуры. На территории работает несколько магазинов, фотостудия и салон красоты. А рядом с отелем находится знаменитое озеро Титрингёль. Тут можно погулять по лесным тропинкам и подышать свежим воздухом. Кроме того, в курортном поселке есть небольшой базар, где продают сувениры и одежду. Но на активный шопинг я советую поехать в соседний город Манавгат. Это недалеко. Чем кормят в пятизвездочном отеле Seven Seas Blue на шведском столе? Сначала я покажу вам завтрак в основном ресторане. По утрам вы всегда найдете здесь несколько блюд из яиц, молочные каши и теплую выпечку. А также что-то сытное, вроде картошки, фасоли и сосисок. Я заметила, что на продуктах отель не экономит – все качественно, не дешевое. На шведском столе есть несколько видов сыра, ветчины и оливок. Тут легко собрать традиционный турецкий завтрак. Или найти что-то привычное – русское и европейское. Очередей по утрам нет, так как завтрак тут длится несколько часов. Все приходят в удобное для себя время. Любителям сладкого завтрака предлагают йогурты, фрукты, сушеные в сиропе и свежие, а также мед и несколько видов варенья. Также есть хлопья с молоком и самые разные булочки. Обязательно пекут круассаны и блинчики или оладьи. Названия многих блюд прописаны на нескольких языках, в том числе и на русском. Фрукты в конце мая, начале июня, по утрам вот такие. Из напитков есть чай, кофе, детокс-коктейли и фруктовые соки. Я довольна и выбором, и вкусом еды. Теперь посмотрим обед. Пока вы рассматриваете блюда на шведском столе, я отмечу, что очередей за едой в ресторане нет. Возможно, все потому, что в снэк-барах на территории можно полноценно поесть. Часть туристов проводят весь день на пляже или у бассейна. Им просто не нужно идти на обед. Кроме того, еда на шведском столе никогда не заканчивается. Я ни разу не видела, чтобы днем или вечером кому-то чего-то не хватило. Повара внимательно следят за расходом еды и своевременно пополняет контейнеры. На шведском столе обязательно есть несколько блюд из мяса и рыбы. Также имеется уголок диетического питания и детская зона, которую я покажу чуть позже. Тут хороший выбор овощей, зелени и холодных закусок. С выбором сезонных фруктов тоже все в порядке. Десерты на шведском столе всегда вкусные, разнообразные и красиво украшены. На мой взгляд, в отеле вкусно готовят. А вот и детский уголок. Он работает во время завтрака, обеда и ужина. Тут низкая линия раздачи, небольшие столики и бесконечные мультики. Ужины в отеле Seven Seas Blue всегда тематические. Я покажу вам вечер международной кухни. Гостей встречает витрины с турецкими и арабскими блюдами. Тут есть баранина, рыба и традиционные восточные гарниры. Обязательно готовят что-то универсальное, вроде шашлыка из курицы, рыбы на гриле и овощей. За самыми интересными блюдами не стоят большие очереди. Все гости очень вежливые, никто не портит друг другу отдых. Итальянский уголок представлен пиццей и пастой, а русские блюда – это борщ, оливье и блинчики. Также на шведском столе есть диетические блюда, холодные закуски, различные салаты, соленья и свежие овощи. Отмечу, что персонал тут очень приветливый, а официанты быстро убирают грязную посуду со столов и разносят напитки. В ресторане приятно находиться. Тут просторно, чисто, светло – никаких столпотворений. А еда разнообразная и вкусная. Мне кажется, здесь легко найти то, что точно понравится. С местами в основном в ресторане проблем нет. Во-первых, он большой. Во-вторых, в отеле Seven Seas Blue четыре а-ля-карта, в которые записываются многие туристы. После ужина для детей проводят мини-диско. А взрослые в это время гуляют по территории, слушают живую музыку в лобби или отдыхают с коктейлями. Вечерние шоу в Seven Seas Hotel Blue разнообразные и нестандартные. Мне особенно запомнился вечер, когда отель пригласил известных иллюзионистов. Все туристы были в восторге от фокусов. Это было необычно и очень красиво. Уже утро. Мне удалось отлично выспаться, потому что шумоизоляция в этом отеле оказалась достойной. Я слышала, что происходило в коридоре, и отдаленно слышала дискотеку. Но при закрытом окне это точно не будет беспокоить. У меня точно были соседи, но вот их я совсем не слышала. За это ставлю отелю плюс. А сейчас давайте посмотрим, какой пляж у отеля Seven Seas Blue. Резорт находится на первой линии. К морю ведет роскошная пальмовая аллея. У отеля Seven Seas широкий длинный песчано-галечный пляж. Тут натянуты тенты и расставлено много лежаков. Лежаков действительно много. Мне кажется, даже в разгар сезона будет всем хватать. Тут есть бары, в которых можно полноценно пообедать. Также тут предлагают напитки. Есть все необходимые удобства. Туалеты, кабинки для переодевания. Для детей работает игровая площадка. Все очень удобно, все комфортно. Если хочется приватности, на пляже можно арендовать отдельную кабинку. Полотенца в отеле меняют бесплатно каждый день. Заход в море тут плавный, но учитывайте, что на некоторых участках есть подводные плиты. Выбирайте места, где можно войти в воду без них, чтобы купаться было комфортно. Для детей на пляже работает игровая площадка. Для взрослых есть волейбол и центр водных развлечений. Этот пляж отмечен голубым флагом – престижной международной наградой за чистоту и обустроенность. В снэк-баре у моря можно полноценно пообедать. Тут не только фастфуд, но и мясо, рыба, суп, овощи, десерты и фрукты. Хороший выбор! И, конечно, на пляже работает бар с напитками. Тут же предлагают турецкое мороженое. В таком месте можно провести целый день и не заметить, как он пролетел. Я не раз отдыхала в турецких пятерках в Сиде, но далеко не каждая из них соответствовала высоким стандартам пятизвездочных отелей. А вот отель Seven Seas я бы назвала настоящей пятеркой. Здесь будет хорошо всем – и семьям с детьми, и молодежи, и пенсионерам. Это очень универсальный отель, и однозначно рекомендую его вам. Загляните в описание под видео. Как и всегда, там я оставила для вас много ценной информации, а также ссылочку, по которой можно проверить цены на тур в этот отель из вашего города. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился отель Seven Seas и вам захотелось здесь отдохнуть. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Турции и не только. Субтитры создавал DimaTorzok